Для гуманской птушкофабрики гречка не головная культура. Основный упор тут робится на кукурузу. По великому рахунку выросшиваются ее только с этого года. Массовая уборка начнется на проконце версии. Причем рентабельность гречки чекается на уровне 50-70%. А про чатах у палетки с гречкой оценили все местовые пчеловоды. Сколькость вывезенных сюда в улев увеличалась сотнями. Для отримания саправды якостного меда предприемство навод унесло коррективы в технологичный процесс. Хоть с иншого боку выгода тут взаимная. Не будет опыления рослин, не будет и уроджаю. Боролись с сорняками, применили почвенный гербицид, потому что это проще для нас. Потому что много пчеловодов проезжают с пчелами, надо опыление. А если мы начнем работать контактными ядами, значит это уже вред пчелам. Будут конфликты, нельзя это делать. Поэтому почвенник применили, забыли. Пчелы работают и нам хорошо, и пчеловодам хорошо. Гречка – культура достаточно потребовательная, но сегодня эти климатические перепады для ее оказались опрымальными. Средняя уроджайность ждет на уровне 20 сантиметров с гектара. Это достаточно высокий покажек, собранного в этом году повинно хотеть, чтобы полностью задоволить потребы региона. Гречка тоже есть. Наросла хорошая. Так что будем обеспечены наши детские учреждения, закрытые учреждения будут обеспечены крупой собственного производства. Я боюсь варить точный результат. Мы только начали убирать, уже намолошено 200 тонн гречки. Я думаю, что 3000 тонн намолошим. Гречка, саправдой, уникальная по своем составе и властивостях. И она утримливает так шмат необходных для человеческого организма речев, что без шкоды для здоровья можно некий час харчаваться одной только гречкой. Значная частка сегодня, не говоря, жаю, будет накирована у школьной столовой. Сгоды с нормативами, что день школьник повинен отрывать до 40 граммов крупов, где-то и рис, и овсянка, и проса, а не по словам самих работников столовых. Самое запотребованное сердце на ученце у гречка, особенно, когда ее правильно приготовить. Первые тонны гречки нового урожаю начали примать на Гомельском кабинете хлебопродуктов. Сегодня это самое буйное в Беларуси предприемство, где працуют с этой культурой. По первых оценках, якось зерня добрая, а тому и продукт повинен отрываться якостным. Непосредная перепроцовка почнется позднее, когда на складах будут запашены большезначные объемы. У Адроди нет шматы каких-то инших предприемств. У Гомеля выкористовываются технологии, которые дозволяют максимально полно заховать у себя корыстные якости. Знешняя такая гречка имеет светлый колер. Она перерабатывается на нашем заводе в щадящем режиме. Крупа подвергается тепловой обработке паром при температуре 105 градусов в течение 5 минут. И, соответственно, все полезные вещества, которые находятся в самой зерновке и в оболочке, они переходят в крупу и тем самым ее обогащают витаминами группы В. Первая гречка новых ураджаев поступит в продаж у Костричников. Олег Синчеров, Юрген Макеенко, телерадиокомпания Комик.